Вот я прямой эфир веду, я хотела узнать, по какому вопросу вы подошли ко мне? Прямой эфир, в фейсбуке. Руды? Проехать? А, насчет чего? Посмотри, у меня что-то не идет прямой эфир. Прямой эфир? Посмотри, идет. Нет, у вас что за конфликт? С кем-то конфликт? Я не знаю, у меня каждый день конфликт с кем-то. По какому именно вы ко мне вопросу пришли? Мама, мам. Да, можно, можно, сейчас пойдем. Вы с какого отдела? Алматинский. Нет, понятно, Алматинский. Отдел розыска. Отдел розыска? Меня в розыск подали? А что, я терялась? Нет, смотрите, когда вас, когда подают человека в розыск, вам должна прийти бумажка по какому факту? Покажите, покажите. Согласно этому постановлению, вы максимум доставляете ее в миграционную... А почему вы не принесли сюда? Нет, ну мы сейчас... А, вы меня, я же это в розыске же, вы меня сейчас в РУВД повезете. Что за детские вы? Ну как это детские? Вы приехали, два серьезных человека, два таких авторитета с РУВД. Я вам еще раз... Я же не с дядей Петей каким-то разговариваю, с двумя авторитетами из полиции Алматинского РУВД. Спрашиваю у вас, дайте мне, пожалуйста, из-за чего вы ко мне пришли? Бумагу. Или вы хотели меня насильно задержать? Зачем не возглавно? Ну а в чем проблема? Я вот с детьми из больницы еду, вы прекрасно это знаете. Я не знаю, вы мне поэтому поясните, кто я, за что вы пришли ко мне. Сейчас поедем в РУВД. Кстати, а ты гаденда? Да, что ты сидишь? Ты еще давай, снялась. Сюда подойдите, а здесь не слышно. Ну, на Алцын, Нольбес, не вовсе. Участую, надо присоединить, у вас, курики, на курики. А, ноль Алцын, Нольбес, а в мае? Да, в мае-да, май-да, не было. Я не знаю даже. Почему вы не говорите, по какому вопросу? Тут мы накинемся, мы ухнемся, пока бумажным варимся, пока будем заохнуть. Я не вижу, а ну-ка, да? Прочитай, я ничего не вижу. Там что, участковый, да, участковый? Чего? Прощай, слушай. Ничего не вижу. Районный суд номер 2, постановление секретарем судебного заседания Абенова с участием представителя потерпевшего адвоката. Ну, адвокат юридический сомольный, городный Султан рассмотрел в открытом суде с применением в виде возбуждения. Да, это Баселькино. Не буду Баселькино. В общем, это депутат, депутат Маслехата, города Нур-Султан, которая до сих пор не может успокоиться, всем объявила, всем подала меня в розыск. То есть я сама к ней в поликлинику хожу, но они в розыск подают на меня, что я, оказывается, в бегах, представляете? И как ни странно, нашли меня дома. Очень странно. Господин полицейский, скажите, пожалуйста, Камеди Клаб отдыхает от наших всех движений. Дин, по исполнению суда. Все, все, без проблем. А бумагу надо было принести хотя бы, распечатать. Шкеа-парвир, понимаете? А, Шкеа-парвир, понимаете? Желаем, они с Инин, да? Он даже, там, у меня с подпиской, а не выезды. Он у меня и все. А, я не знаю, что мы с ним варкали, а? Ей наберешься с подпиской, а не выезды. Сейчас, смотрите. Сейчас, по сравнению скиллки. Ага. Кузык-пиво. А, по-другому? Ага, сажу. Прочитайте, а закомните, по сравнению. В электронной форме? Да. С фотографиями с ватсапом? В электронной форме, да. Это не электронная форма. Вы в розыске, туда-сюда, дегенцово. Почему? Есть такое? Да, на спорте есть? Нет, у нас в розыске. А, я тебе сейчас по твоим же... Абла, иди сюда! Меня просто тоже так... Иди сюда! Иди сюда! А здесь надо так, вот так, вот так, объявить его в розыске. А, пришел, объявить его в розыске, да? То есть депутат, депутат Бальсеркина никак не может успокоиться. Она 2 миллиона хочет меня отжать. Ну, у меня нету сейчас 2 миллиона. Я лучше на детей своих потратить, чем на нее. Нет, смотрите, а в связи с чем? Почему там не указано? Там должна быть указана в связи с чем. Она же не скрывается, не прячется, правильно же? Частная жалоба. Машину свою, смотрите, сейчас у меня ребенок вашу машину это ограбит. Потом еще и вы на меня будете подавать заявление. Частная жалоба. Частная жалоба в суде была. Вот. Ай! Стой! Стой! Блядь, быстрей! Стой! Стой! Я вам сказала, смотрите за ребенком! Идиоты! Зачем оставляете в машине ключи? Я вам сказала, смотрите, предупредила вас. А если бы ребенок разбился бы у меня? Он не понимает. Вот, сука, Байсеркина, я тебе официально на весь Казахстан говорю, что ты сука ебаная, блядь! На весь Казахстан у меня ребенок из-за тебя чуть в аварию не попал. Смотри, вам машину сломали даже. Смотрите, весь Казахстан, что творит, это Байсеркина ненормальная. И я готова сесть в тюрьму, но деньги хер я ей дам. Все, всей стране это заявляю. Я вас предупредила. Вы смотрите, сейчас ребенок за машину, держитесь, смотрите за машиной. Смотрите мне, голову морочите тут. Подождите. Почему я не буду кричать? Это хорошо, у нас реакция у всех сработала. А если бы он уехал на трассу и разбился бы? Не кричите на меня. Это все на прямой эфир сняли. Сука. У меня руки трясутся. А Байхан сел в машину и чуть не уехал на трассу один. Потому что Байсеркина, блядь, с ума сошла. Сука. Сука, ты тварь, Байсеркина, поняла? Вот Байсеркина на весь Казахстан заявляет. Тварь конченая. У меня ребенок-инвалид, только что чуть из-за нее в аварию не попал. Потому что на меня сотрудники полиции хотели меня забрать отсюда. Бессовестная гадюка. Гадюка, понятно? Вот у меня председатель Абадинская РУВД закрыли на решетку. Хотя, знаете, отмечать и пальцев, и фотографии. Хотя у нас есть урализация. И все эти данные у них уже с прошлого года, с сентября месяца есть. И отмечать и фотографии. И они хотят меня. И вот это билет, и взять, и отмечать и пальцев. Я им говорю, идите с вами, поднесите меня, потому что на руках они не хотят. Они поднимают меня в бояр. Они меня на руках, они вводят. Нет, а что заставляете? Что заставляете? Прикручивают меня. Тебя накроют, не ходи, закроют тебя. Ты снимаешь на руках? Да, прямой снимаем. Подключайся, люди. Я сейчас делюсь по группам все. Они сейчас это так делают? Я сейчас женщин позову, блядь. Сволочек. Я не пойду, они подать меня в полицию, магазина. Телефон. А дэмо? А что не надо? Снимай, держи. Снимай, держи. Снимай, держи. Шаг, отпустите, пожалуйста. А то сейчас всех юристов, адвокатов, пилите, нажмите. Шаг, отпустите. Что? С комментариев, прошу. А что? Просто, просьба. А что, как Байсекина, может вы тоже заявление накатаете мне? А, как я не люблю. Байсекина, мне из-за Байсекина здесь за решеткой ехут. Депутат Маслина издевается надо мной. Все, слышат уже, комментарии пошли. Люди подключаются, 183 человека смотрят. Мало, мало. Нет, это мы всего две минуты отключили. Подключайте давай. Чистоксаль. Вот, у меня же показывают. А, ты тоже не физически слышала? Нет, я же делюсь же слышала. А у меня не показывают здесь? У меня же это, я свою, этот, подключилась. Ага, вот, 210, 230. Что там, кто-то? Я не могу вас позвонить, сюда, 303. А, все. 230, 240. Я не могу, я не могу, забрать мне. Ага, 280. 280. Сейчас дежурному прокурору позвоним. Что там? Так, люди спрашивают, нужна поддержка Вида? Я не знаю, что будет, что будет, но не отпускать хочет. Закрыли ее в клетке. Как будто преступника заряжали прям. 310. 310. 310. 410. 510. 410. 510. 510. 512. 510. 610. 512. 612. 710. 612. Что-то глушит, что ли? Надеюсь, плохо ловит, по идее. Она по-другому запишется. А, звонит комета. Тьфу, красава, Матюшка. Звонит, баба звонит. Что там сказать? Звать их или что? Звонят они все. Не знаю, но он говорит, залите, залите. Я не знаю, что буду делать. Что ты будешь делать, скажи. Алька Сосач, нести не в отцу. А еще надо для телефона стабилизатор купить, чтобы удобно было снимать. Так, зато, шоп, за головой, что ты делаешь. А, отпускай, все. Люди отпускают там, типа. Они говорят, что мы кино круто. А если бы мы здесь не стояли и так не кричали, они бы меня-то насильно потокили. Конечно. Может, нам же делают женщину, только женщины насильно 25, да? А что? Вот, 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 вот. Ну, конечно. Ну, я не знаю, это уже ваше лично. Не ей лично. Я тоже могу руку сломать, сказать, вот, у меня лично. Всем привет. В общем, у меня такая, у меня сейчас, как я, приехала в город. Меня не было в городе. Я ездила с ребенком на лечение. И, в общем, не успела приехать. Байсеркина отправила ко мне сотрудников полиции, подала на меня в розыск. И, видимо, ей срочно для чего-то нужны эти 2 миллиона. Раз она так прям усердно решила меня, короче, закрыть или там, что она хочет сделать. Выбить с меня эти бабки. То есть, получается... Помните фильмы были? Вор в законе. Авторитеты там туда-сюда. Да, это, походу, вот, что-то из этого жанра. У нас целое кино уже идет. Сейчас там, если бы я не начала бы кричать и истерить, то они собирались меня, 2 полицейские стояли возле меня, собирались меня туда тащить насильно. Это хорошо, что я, как бы, хорошо, что меня приехали поддержать, вот, Баян. И я ей оставила телефон, сказала, если вдруг что-то, включи прямой эфир, потому что они собираются что-то делать не то со мной. В общем, чем дальше, тем хуже. Мы будто, знаете, возвращаемся в 90-е годы, где вот авторитеты, где тебя, короче, прессуют, где с тебя бабки вымогают официально. Сотрудники полиции видели прекрасно, что я ехала с больницы, со второй горбольницы. У меня даже есть переписка с врачом сегодня. У меня ребенок чуть не... Так как он аутист, он агрессивный и шустрый такой, он себе повредил голову. Приехали из больницы, не успели там очнуться. Эти сотрудники возле дверей оставили в зажигании машины ключи, и ребенок сел, чуть на машине еще не разбился. Тоже доказательству этому есть прямой эфир. В начале, вот до этого выше прямой эфир, там в конце сам посмотрите, как у меня ребенок чуть не разбился. Это вообще какой-то беспредел. Что она творит? Какая-то депутат маслехата, и столько, столько она, столько грязи от одного депутата, я еще вот со всех вместе взятых депутатов не видела. Это вообще, этот беспредел когда-нибудь прекратится. Господин Тукаев, сколько можно издеваться над простым народом? Вы сами говорите, то антивакцинир, то многодетные ненормальные, то еще хочешь жить спокойно, уходишь от всего этого. Нет, они приходят от тебя и начинают будоражить, зная мой скручивый характер, зная уже, они как психологи работают, они уже выучили нас. Они знают, что мы вот, какие мы, какой у нас характер, и они пользуются нами, понимаете? Если вы, господин Тукаев, не прекратите все это, все это издевательство со стороны Басеркиной, у которой руки она считает длиннее, я не знаю, длиннее вас, наверное. Она себя пупом земли, наверное, считает. Я буду ее материть, я вам говорю, я завтра и волосы повыдергиваю за то, что она творит со мной. Сходите, посадите, сажайте, мне уже по барабану. Я такое каждый день проживаю со своим ребенком, что, знаете, мне то, что я там сяду и буду сидеть в тюрьме, я буду там отдыхать, а за моим ребенком будете смотреть вы и отвечать будете за него тоже вы, господа чиновники. Поэтому, когда вы что-то творите, когда моча в голову таким депутатам, как Басеркиной, что-то приходит, у нас вон депутат, у Марбекова. Ее сына пишет в соцсетях, что у нее родной сын алименты не дает, что она сейчас живет там в приюте для этого, куда некому идти. Как этот называется приют? Она мембала или где там? Депутат Мажелиса, ее там, да, ребенок, внуки ее живут, ее сын алименты не платит. У нас депутаты оборзели уже, оборзели. И если такие, как Басеркина, будут срать нам на голову, то дальше будет только хуже. И спокойствия в нашей стране никогда не будет, потому что справедливости нету. Все, всем спасибо.